всем привет ребятки всем доброе утро у нас на улице дождик погода нелетная поэтому я займусь вторым этажом сегодня буду стелить пол в карманах доделаю карманы сколько хватит у меня доски столько и сделаю значит здесь мне надо будет подрезать для того чтобы нужно было доску положить надо будет вот так вот подрезать потому что я залагу вышел здесь и здесь также и здесь и здесь и здесь в общем везде вышел залагу я поэтому надо будет подрезать чтобы ровненько постелить я мог бы сверху так населить но тогда там получилось бы ниже поэтому сделаю продолжение здесь и продолжение там тоже сделаем вдоль какие вот у меня сегодня планы так результаты у нас от нашего средства которым я обработал вчера вот эти доски результаты на лицо но надо обрабатывать еще запах стоит конечно ароматный ужасный но куда деваться сегодня будем пропитывать еще раз пропитывать будем до тех пор пока все это не уйдет вот такие вот результаты это еще не пропитана у нас будет стремянку мне сегодня поднять не пропитывать эти места тоже после того как пол постели надо будет не заняться проводкой раскидать свет думаю что лампочки 4 сделаю я наверху вот где-нибудь 1 2 3 4 и розетки тоже сделать везде утепляться утепляться будем но будем когда не знаю но обязательно надо будет это сделать утепляться мы будем но будем это делать позже вот такие планы запилы я буду делать при помощи циркулярки сейчас мы отрегулируем глубину пилы вот при помощи этой доски объясняю в общем чтобы глубина пилы у меня была не глубже этой доски для того чтобы я не пропилил влагу сейчас и покажу вот так именно на такую глубину я и буду пилить так в общем что я сделал циркулярку мы не до конца до пилила но это понятно потому что диск большой крупный я поставляю вот такую глубину кусочек и этим самым я нашел высоту пилы и теперь я прорезаю там где у нее циркулярка недорезан я прорезаю уже пилой все у меня все до конца получается пил вот и все первый готов и таким образом сейчас этот пролет и следующий еще раз два три пролета я буду и лякать так и циркулярки сделал пропилы а танцы на первый пролет уже уже тоже закончил парки не сделаешь с обзаком все это допилю но перед этим мне надо пойти помочь папе распустить карбонат он будет обшивать у себя террасу за перилами но потом получится я покажу что он сделал чё бьянка ломится на улице он показал что грязно все успокоилась так а ты как режешь папа надо же вдоль 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 его будем резать до давай 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 и там пойдем замерим режем с папой карбонат за один лист порезали сейчас второй разрежем все карбонат мы с папой приготовили и сейчас поедем магазин купим саморезы знаете такие вот в цвет вот такие вот цвет чтобы они были шайбы тоже чтобы в цвет были чтобы красиво было и докупил планки торцевой надо будет докупить чтобы полностью весь карбонат по периметру планочкой украсить чтоб чётенько было папа купил 10 метров мало а как мало надо все полностью по периметру все их закрыть будет чтобы чё-то было поэтому придется кризис магазин а еще заеду в рафинад куплю вкусняшек всяких разу купили мы планку торцевую сейчас поедем еще саморезы поищем нам надо крашены с шайбами тут нету катаемся с папой построй магазина во всей станице нету таких саморезов как нам надо мы уже в какой наверно в третий или в четвертый заезжаем магазин сейчас если здесь не будет то поедем домой папа попозже съездит в апельсин купит там обычные простые а потом в леруа мерлен нам надо обычный простые деревне а потом леруа я заеду куплю подлиннее и и шайбы надо будет купить такие хорошо посмотрим может это может дается на краска даже краску привезет он будет краски то надо пройдусь и раз раз накапать да и все весь проблем я даже не загружаю да будем брать такие неужели мы купили саморезы нашли всю деревню объехали папа довольны единственное пресс шайб нету надо будет с кровельных саморезов снимать вот тут строй двор это какая у нас улица писать лет вот написать лет так вернулись в рафинад иду через детскую площадку потому что плитку стелят везде они новенькую свеженькую ведь ведь перестивают с рафинада заказ свой забрал отнес в машину и иду сейчас в магнит надо мне лимоны купить я уже дома купил постную пиццу смотрите как она выглядит красотише смотрели прикольно сейчас это не угощу себе взял еще борщ как это вкусно обалденно хочу бы соус какой-нибудь что чем-то кушать приятного аппетита ребята почти обалденно если еще чесночка начистил буду убивать микробов вкуснец супец как можно не любить супчики я обожаю с чесночком рафинад рулит вообще молодцы я еще хочу в мечту заехать на что там усилили никак не доедем она все рафинат рафинат я хочу в мечту еще одно у нас есть есть кафе на выезде со станицы с проспекта ленина мечта там тоже очень-очень вкусно я не знаю есть у них постное предложение или нет ну блин в том году когда мы приезжали сюда покупать дома мы там ели несколько раз и мне очень понравилось прям очень очень классно там тоже вкусно готовить но извините меня в городе у нас в хачапури постного меню нету хоть выбирайте с чего есть хотя могли бы сделать привезли нам песок для нашей тротуарной плитки вот высыпаем а что китины мнуться вперед чуть дай вперед сдай немного вот вот Ещё там, да, пап? Всё, да, блин. Всё. Всё, пускай. Так, теперь у нас есть песок для тротуарной плитки. Что-то, мне кажется, мало, пап, этого песка. Ну, потом закажем этому, если что. Генки надо будет, если что, заказать. Мне кажется, маловато будет. Так же, как в Седлёнке, только не клуба нет. Езжу, а не клуба нет. Сильно отвлёкся я от своей работы. Ну вот, вернулся. Так, пропилы у меня уже сделаны циркуляркой. Сейчас быстренько лобзиком допилю. Допилю. И всё. Можно уже будет стелить. Так, ну всё, я обрезал, видите. Здесь вставыш поставил, потому что здесь у меня отверстие сильно большое было. Дырка, грубо говоря. Здесь тоже вставыш. Так, а вот здесь, смотрите, как интересно у меня получается. Тут я подрезал, да, балка. И здесь у меня балка. А дальше балок-то нету. Всё. Всё. Вот это крайнее. То есть получается, у меня вот такой маленький кусочек доски сейчас сюда лежит. А дальше-то я хочу закрыть вот до сих пор. Что мне делать? А там у меня балки идут, видите, как вдоль. Поэтому сейчас мы что делаем? Вот так выстилаем вот эти каратыши. А потом будем класть вдоль. По-другому никак. Здесь у меня кабель мешает. Сейчас я его перемещу немного, чтобы он мне не мешал. И сделаю подрезку вот здесь, чтобы он у меня как бы вжёлок плёк. Ну, как-то так. По-другому никак. Так, вот результат у меня. Выпилил здесь, выпилил здесь. Сейчас закрывать. Оп! Всё это мероприятие. И зашивать. Вот так вот. Короче, время летит, а я один пролёт только взял. Знаете почему? Потому что отвлекают всякие мелочи. Например, надо было собрать стол для того, чтобы можно было нормально пилить доски. Делать всякие подвески. Второе. Лёг именно вот этот золоб для кабеля. Я его ещё раз потом подрезал. Делал поглубже. Подгонял вот эту вот щель. Закрывал. Но это я уже взял вот эту доску, которая у меня была половую. Поэтому здесь небольшой такой каскад. Но это ничего страшного. Почему? Потому что всё это будет закрыто. В дальнейшем я планирую здесь сделать какие-то или двери купе. Наверное, скорее всего, они и будут. Так, наверное, будет интереснее, когда будут двери купе. Сдвинул, раздвинул. Или если не двери купе, то просто двери. Но они будут вот так вот вдоль всей стены, грубо говоря. И что слева, что справа. Для того, чтобы в карманах можно было по максимуму использовать место для хранения всего, что у нас есть. Для хранения буду по максимуму использовать. То, что вот так вот не очень ровно, как вот с этой стороны, ну ничего не поделаешь. Потому что здесь обычная проставлена доска. А там я клал половую прямо вот вдоль на всю длину. Что-то сильно я мотаю камеры. Сейчас напишите мне, что это сильно мотаешь. Не буду больше сильно мотать. Короче, я продолжаю. Больше включений не будет. До тех пор, пока я, ну, не достигну какого-то результата. А потом уже включусь. Вышла машина какая-то, подъехала. В окно смотрю. А тут Сергей. Бордюры устанавливать приехал или отключать просто. Долгожданный он мой. Долгожданный. Как я его ждал. И дождался. Сегодня, видимо, разметку сделают. А потом уже будут бордюры устанавливать. Когда погода установится. Короче, парни делают замеры. Отметки. Натягивают леску. И все это занимает довольно-таки долгое время. Скажу и вам. Я-то думал, сейчас раз быстренько все натянут. И все. Ага, они там-то были. Ну, все. Разметки сделали. Вон, видите, нитки везде натянуты. Здесь натянуты. Сначала договорились, что ребята завтра приедут. Но завтра воскресенье. И непонятно, что с погодой опять. В общем, в понедельник. Ждем понедельника. В понедельник. Отвлекли меня от моих дел на моем втором этаже. Опять. Смотрите, вот что не творится с ногами. Ух, скорее бы плитку не сделали. Постелили. Ужас, конечно. Вернулся я к своему второму этажу. Не знаю. Сегодня, наверное, вот только вот эти два пролета еще сделаю и все. Ничего не успеваем. Ну, что, ребятки, время полдевятого. Сейчас я вам покажу, что я успел сделать за это время. Ох. Все пролеты я застелил. Вот как у меня это все получилось. Ну, там еще немножко, видите, осталось. Надо будет доделать. И идти дальше уже. Разнобой получается. Видите, что-то поперек, что-то вдоль. Но это зависит не от меня. Так постелили лаги строителей. Кровельщики, видимо. Кто делал крышу. Они вот так вот решили настелить. Половину вдоль, половину поперек. Ну, как и с полом у меня. Та же самая история. Вот. Скажите, если не аккуратно, сразу предупреждаю, говорю, во-первых, не старался. Во-вторых, даже наоборот, наверное, во-первых, кривая, косая и неровная доска. Но мы такую и покупали, как бы нам в карманы. Ровная она и не нужна. И вообще мы ее хотели сначала, я точнее, хотел ее пустить сначала под террасу. Но потом решил и подумал, что под террасу лучше щебня присыпать, а доску пустить на карманы. Да и в карманах ничего видно не будет. Вот. Пусть она там будет хоть какая. Лишь бы никто не провалился. Ну и хранилище, чтобы было там полноценное. Вот. То, что я сегодня успел сделать. Помочь папе порезать карбонат. И вот чуть-чуть постелить. Вот так вот ничего не делал. А день просто пролетел. Ну просто он вот пронесся меня. И вот так изо дня в день, каждый день. Завтра воскресенье, ребятки. Завтра буду продолжать свои дела. У меня, кстати, что с доской-то? У меня ее немного ведь осталось-то. Ну хоть на пол карманчика хватит, я надеюсь. Видите, у меня уже. И доски-то немного. Она четырехметровая. Сколько тут штук-то у меня осталось? Семь. 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 Четырнадцать. Четырнадцать штук. Ну да. На половину бы хватило бы. И то было бы здорово. В общем, как-то так, ребятки. Всем пока-пока. Обязательно, обязательно. Не забудьте, не забудьте. Я же совсем-совсем это хотел сказать и забыл. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик. Для того, чтобы не пропустить новые видосики. Всем пока-пока, ребята. Удачи. Спустился я со второго этажа. Помылся. Пришел на кухню. Я даже не думал, что я буду кушать. Но у меня тут сюрприз. Татьяна Викторовна меня балует. Кабачки. Баклажаны. Тушеные. И кальмарчики. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Ой, вкуснятина. Балдеж. Теперь-то точно до свидания. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо.